Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я начинаю свой влог с кухни. Я сегодня буду готовить шарлотку и овощи, точнее баклажаны с соусом терьяки. Покажу, как вам готовлю. Все быстро, просто, все как я люблю и при этом вкусно. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Так, я тут собрала, это у нас паданцы, яблок. Они немножко тут червивые, такие не очень хорошие. В общем, я их сейчас почищу. Видите, есть совсем зелененькие. Это вообще белый налив, но они попадали, у нас были ветра, дожди. Видите, тут всякие такие. Вот. Ну и чтобы не пропадали, так как яблок у нас в этом году немного, я решила их почистить и сделать из них шарлотку. Они не совсем доспели, как вы видите, да, то есть попадали, видно от ветра, еще чего не знаю. Поэтому они такие кислые. Я уже одно попробовала, вообще очень кислые, то есть такие неспелые, недоспелые, скажем так. И из них я буду делать сейчас шарлотку. Шарлотка стандартная, 4 яйца, стакан сахара. Да, стакан сахара, потому что яблоки кислые, чтобы шарлотка не была совсем такой кислой. И, в общем, сейчас покажу. То есть сейчас я их вначале почищу хорошенечко, уберу кожу, сложу форму и буду делать тесто. И так вот, я почистила яблочки, сложила форму, форму смазала маслом. Видите, они у меня сразу же потемнели, потому что они, ну, зеленые, недоспелые. То есть косточки только-только начали коричневеть. Ну, яблони у нас молодая, может быть, сама сбросила яблоки, не знаю, вообще, может, ветра. Вот, и у меня, кстати, муж очень любит, когда шарлотку, когда внизу яблоки, а сверху как бы тесто. То есть я не делаю слоями, вот, многие очень делают слоями, то есть заливаю тесто, потом яблоки, потом опять тесто, потом опять яблоки, то есть такие слоями. Муж у меня любит, когда вот так, то есть внизу получается. Ну, вы переворачиваете, сверху получаются яблоки, внизу тесто, то есть такое вот, такую историю. Вот, и сейчас, кстати, покажу вам нашу молоденькую яблоньку, которую мы сажали, она была двухлетка, по-моему, то есть такой маленький-маленький прутик, и с нами она живет где-то года три, наверное. Ну, вот, то есть яблоньки лет пять примерно, и она неплохо дает уже второй год урожай, вот, но вот скидывает иногда. Вот наша яблонька с белым нальем, с которой я шарлотку делала. Ох, еще одна сломалась. Да, видите, она с ветки ломает. Вот так мой муж ее так подпер. Вот вторая. Все, все, все самое. А прирост какой был, смотри. Да. Двадцать пять сантиметров, классика, Жанна. Опа! Еще упали яблочки. Да. Вот видите, она какая у нас раскорячилась. Яблок много, сама... Сколько ей лет она у нас уже? Трехлетку, второй год нам... Двухлетку мою покупали. Двухлетку, второй год нам яблоки дают. А у нас она сколько растет? А когда Владка родился на следующий год. Три года. Три года у нас растет. Раз пять лет. Ей пять лет. О, видишь, яблок. А что это все? Все, созрело. Да, вкусно пахнет. Да, и вот она в этом году у нас что-то осолила. Это мама ее все подкармливала. Я ее подкармливала хорошо. Да подкармливала, что видите. Даже ветки ломаются у нас. Ой. Еще одна сломалась, еще одна у нас была. Вон две сломаны. Две сломаны веточки. Вкусно, Бона, тебе? Кравку. Ну так и есть, сейчас кормить будем. Сейчас она. Кушать хочет она, бедняка, да? Кушать хочет. Я буду. Еще у нас тут в грядке гладиолусы. Мы их сажали для того, чтобы 1 сентября маминам внукам перемешу и моему старшему собрать букет на 1 сентября. А они вот так вот. Ну вот на одежду, может быть, вот тоже распустится он уже. Вот, может быть, на эти. Никитке, наверное, не хватит. Только легкий, наверное. Вот они, видишь? Есть некоторые, вообще там только пустили. Ну да. Такие вот они красивые. Это которые мы в мае с мамой покупали. Тогда от жадности на распродаже мы купили. Целую грядку засадили. А там у нас салан. А сколько у нас? По 50 рублей, там по 6, по 7 штучек пакет. Да. И мы, короче, это... Ну от жадности, вы понимаете. Попили. Капнули с мамой. Целую грядку засажали. Но тут одинаково. Ну, кстати, не обманули по цветам, получается. А я не смотрела, еще не проверяла. Вот тут я так кусочками. Вот тут только, видишь? Ну вот такой точно был. Я вот тут точно помню, что вот такой он был. Вот у нас сейчас дождь побил. Да, дождь побил немножко. Видите, какая красота. А вот эти, почему маленькие такие? Значит, сорт такой. Или недоразвитый какой-нибудь. Недоразвитый. И вот тоже огромный, большой. А, да, вот этих... Вот их больше всего было. Этих. Больше всего. Вот это. И они, надо посмотреть. И снег такой. Так что на 1 сентября пролетели. Они обычно же когда? В сентябре, да, цветут? В сентябре, в августе. В конце августа, в сентябре. А тут... Это у нас вчера ливень такой был в Питере. Что все затопило. Но у нас не затопило. Вот. Да, видите. Цветы мамины флокса любимые. Да. Тоже покажу. Мама их обожает. Которые муж мой косит все время. Не, ну здесь он больше не косит. Здесь уже все. Здесь он знает уже. Да. Здесь он не косит. А вот эти цветочки как называются? На Д как-то не знаю. Не помню. Многолетняя. Кстати, нас спрашивали по поводу сортировки мусора. Вот это у нас компостная... Куча. Компостный ящик. Компостный ящик, да. Очень интересная конструкция. Да, это мы в Обе покупали. Ой, сто лет тому назад. Ну как сто... Ну, когда сюда приехали. Первый год. Нет, не первое лето, а второе лето. Да. А второе лето мы купили. Внизу там надо дверку так открывать и выкалывать. Так что мы с мамой, может сказать, сортируем бумагу. Мы на розжиг у нас идёт. Какой розжиг? Костёр. Костёр, да. Вот. А это пищевые отходы у нас ещё дала. Потом в грядке. Правда, в этом году мы в грядке не сажали. Нет, вот здесь я кидала эти самые веточки, листочки. Так вот, у нас ковыряет радость наша. Да, она, кстати, у нас... Надо выше... Да. Вон, вот, видишь? Накрыла вот палочками. Вот там горох. Горох неудачный в этом году. Очень неудачный. Горох маленький у нас. Горох гранулированный оказалось почти... Почти... Вот, на целую грядку покупала. Три пакета. И вот всё, что зашло, потому что очень много... Мало того, что товарищ мне поковырял, так гранулированные они оказались пустышки. Там не было вот этих... Самих горошин, бобов этих не было. Они просто пустые. Так же, как и морковка у меня. Ну да, морковки тоже мало. Морковку теперь надо покупать вот самую дешёвую. Вот так вот. Фу! И плёнула. Ну, кстати, да. Боже, в прошлом году я посадила этот... Как его... Поехали, купили самый дешёвый укроп. Я посадила, он вырос. Да. А дорогой мама покупила укроп, он даже не взошёл. Даже не взошёл. А гранулированные вообще, они пустышки, так же, как морковка пустышки. Это легче посадить, а потом разрежать. Половину выпить, так что... Так что вот так вот у нас. Да, Бона? Вон у нас, помощница наша, копает тут вечно. Итак, вот я уже смесила тесто, залила. У меня вот так вот получается. Тесто делаю достаточно такое густое. Взбиваю, ну, вот этим венчиком, да, электрическим. У меня получается примерно 4... Я вообще делаю всё на глаз. 4 яйца. Взбиваю стаканом, ну, примерно стакан сахара. Я вначале всё это взбиваю. Потом уже добавляю муку. Добавляю, как бы, понемножку, да. И добавляю также ванилин и разрыхлитель теста. Ну, разрыхлитель теста, как обычно, на кончике ножа. Всё это хорошенечко перемешиваю и заливаю. Когда заливаю вначале, я немножко лопаткой перемешиваю вот так вот. А потом уже заливаю, чтобы было всё покрыто. Ну, и поставлю сейчас в духовку при температуре 180 градусов, где-то примерно на 40 минут, может быть, чуть больше. Посмотрим по готовности. И, кстати, хотела вас спросить. Может быть, вы знаете какие-нибудь хорошие рецепты каких-то блюд с яблоками. Потому что шарлотка, это, конечно, всё замечательно. Но она через какое-то время надъедает. А так как сейчас потихонечку начинаются яблоки, у нас их немного. Но всё же они есть. И жалко, когда они просто валяются, гниют. Поэтому хочется что-то приготовить вкусненькое. Так что напишите хотя бы, ну, пусть не рецепт, хотя бы название какого-то блюда. Я погуглю, посмотрю и что-нибудь приготовлю. Потому что у меня на ум всегда приходят только пирожки с яблоками и шарлотка. Ну, и в компот. Больше у меня как-то на ум ничего не приходит. Так что буду ждать очень сильно ваших комментариев. И вот такая вот у меня получается шарлотка. Она у меня, правда, немножко прилипла с этой и с этой стороны. И с той тоже. Ну, в общем, видно плохо маслом я смазала. То есть, видите, получается сверху яблочки. Она у меня сейчас остынет ещё. Вот, я посыпала немножко сверху сахарной пудрой, так как она у меня развалилась. Ну, чтобы красивее было. Вот. Но внутри она вся, я вот этот кусочек немножко отломала. Она вся пропеклась. А вот здесь вот сверху лежат яблочки. В таком виде у меня муж как раз и любит шарлоточку. Ну, а я буду ждать ваши комментарии обязательно, что можно приготовить из яблок. Такое, ну, не заготовку на зиму, чтобы сейчас кушать. Так что вот такая вот у меня шарлотка. Кривая, но моя. Я немножко обрезала. Отрезала кусочек. Сейчас буду с чаем пить. Ну, и плюс попробовать. Видите, внутри булочка, а сверху получается яблочки. Вот так вот это всё выглядит. Очень вкусно. Мне нравится. Немножко кисловата, потому что яблоки кислые. Но это и хорошо, что не приторно-сладкий. Итак, вот я сейчас буду делать баклажаны. Значит, я их нарезала вот такой, ну, предварительно замоченный в солёной воде. Я иногда, кстати, не замачиваю, когда баклажаны свежие. Вот на такие, ну, как брусочки, да. У меня муж любит, когда крупненько. Поэтому вот так вот. Сейчас я поставлю на маслице, на медленном огне немножко тушиться. Ну, как слегка обжариваться, тушиться вот эти баклажаны. Дальше, когда они уже будут такие, ну, почти готовы, до полуготовности, я добавлю тучок и под самый конец добавлю, вот, нарвала в огороде петрушку. Такой небольшой пучок. Мне кажется, сочетание может быть любое. Сюда можно и болгарский перец положить, всё, что хотите. Главное, капусту не добавляйте, и кабачок будет, нам нет, по мне, так не очень вкусно. И когда овощи готовы, добавим вот этот соус терияки, и будет очень-очень вкусно. Кстати, потом сверху можно посыпать семенами кунжута, но у меня их нет. Надо будет купить. И будет вообще очень аппетитно смотреться. Это, у меня муж кушает в качестве гарнира. Вообще, очень вкусно подавать с какой-нибудь лапшой рисовой, например, или какой-нибудь такой, ну, какой-нибудь такой вкусный лапшой. Вот, так что сейчас буду готовить и покажу уже вам конечный результат. Я ещё сделала картофельное пюре. И вот такой вот у меня вкусный ужин. Это моя порция, моя тарелочка. Вот так вот она выглядит. Кстати, к вопросу о том, кто спрашивал, кто, может быть, не смотрел мои видео про похудение, как мне удается кушать всё и худеть. Вот таким образом. На обед у меня была шарлотка, которую я вам сегодня показала. А на ужин у меня вот такое вот вкусное блюдо. Я реже ем углеводы, то есть картошку, макароны. На ужин в основном это овощи, не мясо. Но в этот раз именно вот так. И это блюдечко, чтобы вы понимали. То есть вот моя рука. Вот порция. Здесь две столовые ложки пюре и две столовые ложки баклажан. Вот. Без всякого соуса, без всего. Я тут без хлеба в том числе. Я замечательная, вкусненькая сейчас всё это съем. И так что, кто кушает, тому тоже приятного аппетита. Я вам очень советую сделать вот эти баклажаны. Они, конечно, выглядят так не очень. Если посыпать сверху кунжутом. Или, ну, там, зеленушку свежую положить. То будет выглядеть более аппетитнее. Но я обожаю соусом терияки. Различные овощи всегда делаю. Муж у меня с удовольствием кушает. Так что я вам очень сильно рекомендую.